В районе Стародубского льдом в результате прижимного ветра и в связи с тем, что лёд приближался к берегу, сегодня в ночь с 18-19 апреля прибило к берегу четырёх косаток. Сейчас данные уточняются, возможно, есть ещё другие косатки, которые находятся дальше от того места, где мы находимся. В настоящее время косатки находятся на мелководье. Их движение практически стеснено, и они не могут передвигаться. Косатка, которая находится за моей спиной, наиболее крупная, предполагается, что лежит на камнях, это мелководье. И сейчас сюда прибыли специалисты различных служб, руководство муниципального образования, и Министерство природных ресурсов, МЧС, и рыболовецкое предприятие. И вот рассматривают вопросы, как можно помочь данным животным. Ну, какие варианты пока? Судном сюда подойти практически невозможно. Глубина маленькая, полтора до полутора метров, очень много камней, здесь несудоходное место, большой лёд. Поэтому сейчас пытаемся первое поставить рыболовецкое судно, небольшой кунгас, на воду, и попробовать хотя бы расширить те полыньи, в которых находятся косатки, чтобы они могли бы хотя бы немного двигаться. Ну, а дальше смотреть за ситуацией. Сегодня где-то в районе 16 часов будет прилив, возможно, немножко приподнимет, и будет более свободно им двигаться. Пока ситуация ещё нестабильная у нас. Пока перспектив по выводу их на чистую воду с использованием какого-то крупного такого судна, нормального судна, который может лёд раздавить, пока нет. Потому что, ещё раз говорю, здесь камни, и очень мелководно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова